МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позагорать где-то на пляже, на зеленой травке и в ближайшем месте просто оставить это, либо забрать себе домой, если ему так понравилась книга. Помимо свободного книгообмена, по договоренности на остров будет приезжать мобильная библиотека. Организаторы позаботились также о том, как будут контролировать буккроссинг. Каждый день вот на таком забавном велосипеде с корзинкой будет курсироваться трудник, который будет собирать книги, которые оставили забывчивые горожане. Ожидается, что чтение на свежем воздухе Таташев парк запустят уже в июне. А пока готовим термосы с горячим чаем. 13 июня в Доме кино начнутся уличные кинопоказы. Вот здесь будет стоять большой кинопроектор. Собственно, там дальше будут сидеть зрители. Откроет сезон ретро-лента «Цирк» с Чарли Чаплином. Фишка вечера – живой аккомпанемент. Также в планах показать этим летом в джазе только девушки, Фан-Фан Сюльпан и моя прекрасная леди Содри Хэбэн. Где-то примерно два раза в месяц будут проходить вот здесь показы. Показы будут начинаться в 23.00, так как нам нужно в темное время суток, для того, чтобы работал хорошо проектор. Советуем людям прихватить с собой какие-то пледы, потому что вечером в любом случае будет прохладно. Кроме того, возобновить свою работу и кинолужайка в культурном пространстве Каменка, что на правом берегу. А молодежный бизнес-центр «Пилот» предлагает от пользы эстетической перейти к пользе практической. 8 июня в планах активистов организовать летние псих-пикники. За необычным названием стоит простая концепция. Подсаживайтесь на лавочку, а там вас уже поджидает специалист, готовый дать нужный совет. У нас есть ножевик-тренер, кто занимается ножевым боем, и он тренер по фельдинг-райзу. У нас есть тренера, которые занимаются непосредственно телесной практикой. Будут у нас специалисты, кто работает с детьми. Будут коучи, лайф-коучи, бизнес-коучи. А вот расслабиться и душой, и телом можно будет 14 июня на Всемирном дне вязания на публике. В нитковязальный флешмоб заявились уже 20 участниц. Все они будут обвязывать все вокруг, даже лавочку, на которой сидят. Так что следите за афишами и выходите на улицу. Синоптики обещают, что во второй половине июня тепло к нам все-таки придет.